Это безумный интерес! Ну то есть вот этот вот самолет, я же говорю, что он несколько лет назад прилетел с Лос-Анджелеса своим ходом. А так и не скажешь. Страшно было лететь на таком самолете? Это же не проверенный самолет, потом приезжает сюда, доделывается и продается, правильно? Нет, смотрите, вот этот вот самолет как? Ну то есть в частности, что на нем делается? На нем делается чистая косметика, техника берется изначально априори исправная, потому что, во-первых, делать косметику в Америке колоссально дорого, 100 долларов в час механику нужно платить за то, что, ну то есть уровни зарплаты. То есть, ну как делается самолет? Он принимается, делается при buy inspection, то есть сначала проверяется техническое состояние и все, самолет брать можно, летать на нем можно. После этого он облетывается обязательно в США, то есть обязательно, то есть какое-то время я на нем летаю там и убеждаю, что да, это безопасно. И только после этого самолет гонится в Украину. Где-то тонна бензина уходит, да, чтобы понять, что он безопасен? Не, ну на перегон, я не знаю, я даже не могу сказать, но я думаю, что вот в зависимости от самолета, ну я думаю, Солея сюда, ну больше трех тонн на четыре, наверное, ушло. А он двухдвигательный, вот один двигатель здесь, один двигатель там, ну я могу ошибиться, где-то 48-50. 48-50, да. Я не знаю, я бы не сел сюда. Где сел бы сел? Чего? Ну блин, 50 лет уже, четыре дня. Ты понимаешь, что его так делали, что он не может это? Смотри, в самолете немножко другая философия. Во-первых, в него он не корродирует, то есть если он хранится нормально, в нем нет коррозии. Это не машина, да. Дальше, допустим, если он не битый, проблемы нет, за это время движки меняются. То есть они же как, подошло время, тут нет как в машине, ты ездишь, пока застучит и загнал на СТО. Здесь есть подход такой, есть выработанное время, пришло, он прекрасный двигатель, но время ему пришло, нужно. А сколько лет этому двигателю? Если самолету под 50 лет, то сколько лет двигателю? Я думаю, что движку лет 8 максимум. Там как бы есть регламент, фактически есть, а какое-то количество, этот двигатель делается ремонт. Но ремонт, допустим, капитальный ремонт двигателя оставляется только блок. Даже вот эти все вещи, это все меняется. Хорошо, мысли об электросамолете, она электросамолет, она еще... Она актуальна, она интересна, она жива и как бы над этим как бы думается, то есть это интересная идея. То есть она не совсем простая, потому что, говорю, что философия, вот почти все стараются автомобильную философию перенести в самолет, она другая. Более того, что даже в Украине у нас ведутся разработки, вот тоже как бы тут ребята создают, именно даже новый двигатель авиационный, вот в частности батарея, то что будет использоваться. То есть она... Батарея будет использоваться тесловская, а двигатель будет использоваться не тесловский. Ну, понимаешь, по тесловскому двигателю специфика, пока мы не решили вопрос по... Вот я пока не вижу решения вопроса по флянцу. А по контроллеру? Ну, нет, смотри, есть еще, помимо электроники, я это говорю, есть еще, вот если мы так говорим уже технически, смотри, вот видишь, вот в чем как бы специфика самолета? Нет, это часть коленвала. Это часть коленвала, вот в этом и специфика, потому что в нашей ситуации его нужно будет одеть хотя бы на одно соединение, короче. Значит, в тесловском двигателе, соответственно, то есть пока мы тоже думаем об этом, его можно будет использовать через редуктор. То есть надо будет просто подумать какой-то редуктор, потому что необходимо вот это вот усилие, вот это усилие надо за что-то, ну, за что-то самолет нужно тянуть, а усилия большие. Да. И нагрузки большие. То есть понятно, что будучи на автомобильном колесе, если он прессовал флянец, и оно крутится, потому что у нас вот такое, а здесь вот такой момент. Ну да, это неправильный момент. И усилие... Пропеллер может улететь без самолета. Не, момент того, что он просто выделит этот статус. Ну да, хорошо. Пропеллер улетит без самолета. Так как в полосок будет все хорошо. Вот это блок, он разъемный, видишь, вот блок. Ага. Ты раскалываешь его вот так вот, и вот здесь стоит коленвал, и коленвал это единая деталь вместе с флянецом. На этом самолете я два часа летел на одном движке, над севером Канады, причем как бы на том регионе, где не было радиосвязи. Ни радиопокрытия, ни радиолокационного. И когда мы на GPS нажали ближайший населенный пункт, GPS показал 550 км. И мы 550 км чапали на одном движке. То есть если откажут еще один двигатель, то все? Ну для этого два движка и ставится. То есть почему, допустим, к примеру, там страховые компании, там вот допустим, люди, которые страхуют жизнь, там кинозвезды или там какие-то, им запрещено летать на самолетах с одного двигателя. То есть страховка должна, почему пассажирский самолет, который летает над водой, над гористой местностью, обязан иметь два двигателя. Именно для этой цели. Если, кстати, если отказывает один двигатель, то машина останавливается. Не будет такого, что на втором двигателе доехал. Один двигатель отказал, машина останавливается. В самолете, слава богу, тут получается, что если один останавливается, то на втором он летит. Чтоб ты понимал, вот этот самолет в разы, в разы крепче боинга. Априори крепче. Те перегрузки, на которые рассчитывался этот самолет, будучи боевым самолетом, ну, Боинг не в состоянии выдержать. То есть в авиации каждый грамм – это важно. То есть не то, что это гиперво, но это вообще вся авиация строится за счет веса. То есть самолет должен быть максимально легкий. То есть максимально надо создать крепкую конструкцию с минимальным количеством веса. Ну, это понятно. Поэтому происходит как бы вот… Ну, вот как Тесла, видишь, тоже у него легкие двери, они боролись за вес. Вот так же и самолет, он борется за вес. Но структуры, допустим, перегрузок, которые… Если Боинг построить с такой же прочностью, как этот самолет, Боинг будет возить, там, 20 человек. Или, там, 50 человек. То есть там вообще спарабанкаешь? Ну, конечно. Ну, слушай, там ровно столько, сколько надо. 747, да, представил? Там ровно столько, сколько надо. То есть это не говорится о том… Потому что если его делать… Почему умерла, кстати, одна из советских авиаций? Вот почему старая советская техника стала уходить? Потому что у нас были военные, которые сказали, что на случай войны все пехотинцы должны загрузиться там в Ту-154 и лететь на войну. А, соответственно, он должен соответствовать тем нормам, что Ту-154 должен уходить там от истребителя натовского. То есть он должен быть крепкий, прочный и все. И что получилось? А Боинг… Как-то подумал, зачем ему уходить? Он все равно не уйдет там от МИГ-29 или от 127-го. Соответственно, они его сделали легче. И он везет там на 50 человек больше. Соответственно, на 50 билетов на каждый рейс получает больше… Больше выгоду. Дальше. Тебя, как коммерсанта, будешь интересовать, не уйдет ли твой Боинг… Понятно. Тебе интересуют, какие деньги финансы он тебе принесет. Вот тебе рыночная экономика. Вот это хвост и вон крылья ставят. Два модели. Два модели. Два модели. Да?